Всем привет! Меня зовут Ксения, и я, как обычно, снимаю два видео подряд. Сейчас хочу вам рассказать про уровни поддержки и сопротивления и рассказать вам об инструменте, который, может быть, хоть немножко вас научит видеть эти уровни, если возникают проблемы. Это видео вообще для тех, кто никак не может увидеть вот так вот сходу, открыв график уровня. И потом хочу поторговать на бинарках, ну не знаю, по времени успею или нет. Смотрите, уровни поддержки и сопротивления такие штуки, на которых строится вся жизнь. Из разряда акций, монеты, криптовалюты, трейдинг, любой вообще вид трейдинга, все строится на уровнях. Эта штука работает уже десятилетиями, поэтому это вообще один из главных инструментов в трейдинге. Я вам больше скажу, для того, чтобы зарабатывать на трейдинге, на инвестициях и так далее, достаточно просто видеть там горизонтальные или диагональные уровни поддержки и сопротивления. Если вы научитесь их видеть, все, вам даже не нужны будут фигуры, там, ну, если вы не захотите там дальше прогрессировать, изучать уровни, классная штука. Смотрите, когда вы открываете вообще любой график, по сути, вы должны визуально видеть, где вы можете расставить эти линии. Например, как это вот здесь вот можно сделать. Стоит отметить еще такую вещь, что уровень, это не просто там какая-то линия, это целая зона. То есть, как правило, тени вот эти, они показывают именно саму зону. Ну, вот это то из того, что вот я прямо сейчас сразу могу провести их. Правда, здесь еще несколько. И, например, в данном случае можно просто по скальпингу. Цена находится во флете, правда, здесь вот уже вот было вот такое вот пробитие. Сейчас, даже чуть-чуть вот этот уровень можно подвинуть, я думаю. И, в принципе, мы можем от этой зоны открываться, от этой, от этой, от этой. Все сделки в середине ценового коридора это нарушение правил. Но, как сделать вообще, если вы их вообще никак не видите, если вы не видите, где надо ставить эти линии, от которых открываться? У нас есть офигенский просто инструмент. Точки пивот или точки пивот. Пиво, пиво. Хорошечно. Короче, не знаю, куда ставится ударение. Давайте вот мы на обычном активе евро-доллар попробуем расставить все вот эти точки, о которых тут говорится. Но интервал, например, поставим меньше, там, 15-минутный. Так, первая у нас точка. 1, 0, 1, 6, 5. Так, поставили. Давайте я их выделю сразу светом, чтобы мы не путали, где я уровни расставила и где у нас эти точки. Так, 1, 0, 1, 7, 0. Так, вот я расставила все точки, которые у нас на 15-минутном интервале. И мы теперь уменьшаем, естественно, таймфрейм. То есть ставим 1 минута. Здесь наша задача теять нерабочие линии. То есть как это делается? Мы пролистываем влево и начинаем смотреть вот с момента, как график начал взаимодействовать с этими линиями. Так, вот этот уровень, самый нижний, он рабочий. То есть мы смотрим, вот здесь цена у него танцевала, развернулась. Следующий уровень также можем увидеть рабочий. То есть цена от него отскакивала. И дальше она его пробила. И этот уровень уже превратился в поддержку. Вот следующий уровень. У меня к нему прям большие вопросы. Я его удаляю. Вот этот рабочий. Хотя тоже большие вопросы удаляем. Вот этот тоже никчемный. И в принципе вот, у нас осталось 4 уровня. Здесь также можем привести диагональный. И можем предположить, что сейчас цена в принципе развернется от этого уровня. Как вы должны проводить диагональный? Смотрите, вы просто берете 2 точки. Вот это здесь самое нижнее, потом уже вот это самое нижнее. И проводите по ним луч. То же самое у нас идет, когда нисходящий тренд. Например, вот здесь. Провели и все. В теории вот здесь вот можно было открываться. Здесь вот такое вот ложное пробитие было. И цена в принципе оттолкнулась. Но дальше она его уже пробила нормально. То есть тенденция развернулась. Дальше мы провели с вами вот этот диагональный уровень. И сидим просто наблюдаем, как же цена себя ведет у него. Для того, чтобы понять, как отрабатывает уровень, вы должны поставить какой-то таймфрейм поменьше, чтобы просто наблюдать каждое микродвижение. Вы должны понимать, сколько времени свеча там цена находится выше уровня. Сколько времени цена находится ниже уровня. Это прям вот основа основ. И, увы, если вы не проведете вот такую вот работу, так скажем, над своей теорией, над своими знаниями, над своим опытом, то вряд ли у вас что-то получится. Потому что здесь нужно прям потратить какой-то промежуток времени, чтобы видеть вот эти вот микродвижения. Сейчас даже много у нас объектов-индикаторов. Просто, опять же, можем оставить одну линию. Вот, просто оставляем мы одну линию, вот эту вот. Раз, точка, самая нижняя. Два, точка, которая самая нижняя из представленных. И третье, вот как раз касание, где, например, я бы открылась на повышение. То есть, по сути, вот эта вот свеча, которая сейчас, она решающая. Она сейчас может быть разворотной. Мы помним, да, что у нас есть свечи доджи. А, хотя мы же сейчас самую простецкую тему изучаем уровни. Но, если эта свеча закрывается ниже этого уровня, то цена, вероятнее всего, пойдет в горизонтальной поддержке. То есть, у нас есть диагональная, а есть горизонтальная. И вот от этого уровня, кстати, который плюс-минус примерно у нас была точка пивот или пивот, ну, вы поняли. Как раз от него уже можно прям уверенно открываться. В общем, можно увеличить. Например, взять там один день. И типа дневной график у нас будет немножко другой. Вот это точки пивот на дневном графике, там на 5 часов. Он очень полезен для Forex. То есть, если мы говорим о быстрых сделках, там, фьючерсах, бинарных опционах, то можно час смотреть. И везде вы видите числа разные. Потому что это все высчитывается как раз вот на протяжении этого времени. И дальше, конечно, шлифану всю эту теорию прям до конца. Просто скажу вам, как где это применять. Если вы там только столкнулись с трейдингом, окей, вы уже можете торговать. Вам, в принципе, достаточно вот этих знаний, о которых я сейчас скажу. У нас есть флетовое движение. У нас есть восходящее движение. У нас есть нисходящее движение. То есть, флетовое движение, это когда цена находится в каком-то коридоре. Объясню на примере того, что у нас есть, например, доллар по отношению к рублю или рубль по отношению к доллару. На протяжении года цена ходит там в промежутке от 55 рублей до 65. То есть, в этом случае у нас зона сопротивления будет 65, а зона поддержки будет 55. И мы просто будем отсюда покупать, отсюда продавать, отсюда покупать, отсюда продавать. То есть, это все очень просто. Если вы видите какое-то флетовое движение на графике, оно выглядит именно так. Доллар я вам привела просто как пример. Вы просто от поддержки покупаете, от сопротивления продаете. Максимально вообще это круто, максимально просто. Другая ситуация у нас идет немножко с трендами. Некоторые торгуют почему-то там при восходящем и при нисходящем тренде от обоих уровней. Но это неправильно, это нельзя так делать, если у нас тренд восходящий. Если доллар у нас находится там не в этом промежутке, а доллар у нас постоянно растет, то мы можем предположить, что это восходящий тренд. Например, вот здесь вот доллар стоил 55, здесь 65, здесь уже 57, здесь там 67, здесь там 60, здесь там 70 и так далее. То есть, мы по нижним двум значениям проводим линию. Вот доллар у нас упал там до минимальной точки. Там, блин, пусть будет до 5 рублей, например. Мы знаем, у нас 5 рублей, это минимальная точка. Дальше, в следующий раз доллар уже упал до 7 рублей. И мы по двум вот этим точкам, то есть 5 и 7 рублей проводим линию. Дальше, в следующий раз, когда мы на графике видим, что до этой линии цена дошла, эта цена уже будет выше 5 и 7, то есть она будет где-то, например, где вот 9, да? Вот. И мы будем уже знать, что это третье касание уровня поддержки в восходящем тренде. То есть, при восходящем тренде мы всегда покупаем. Мы всегда покупаем, то есть мы не... Ну, можем, естественно, продавать, если мы инвесторы, если мы хотим зафиксировать там какой-то плюс. Но в целом, если вы торгуете, если это скальпинг, то это только покупка. Только так. Аналогичным образом у нас идет ситуация с нисходящим трендом. На нисходящем тренде мы только продаем. То есть, только открываемся от уровня сопротивления. Как то же самое, на примере доллара. Например, он стоил там максимально 9 рублей. Дальше хорошенько спустился вниз, поднялся вот до сюда. Вот так вот. И поднялся только максимум до 7 рублей. И дальше пошел вниз. Мы также проводим по точкам 9 и 7 линию. И следующий раз, когда цена поднимется, например, до 5 рублей, мы будем знать, что цена пойдет вниз, что нам надо открываться на понижение. То же самое касается инвестиций. Вы купили какой-то себе актив, начался там нисходящий тренд, а у вас этот актив не в долгосрок, а там в средний срок открыт. И вы ждете, что нет, ну может быть, все-таки сейчас пойдет наверх, но у нас же здесь зона сопротивления. У нас есть вот такой вот коридор. То есть цена с вероятностью 90% она развернется от этого уровня. Очень много людей потеряли так свои депозиты, тупо надеясь, что, блин, авось пронесет. Да, вы можете потерять на этой ситуации деньги, если вы инвестировали в монету и продать вот у этого уровня, зная, что, блин, у нас нисходящая тенденция, но при этом заработать на вот этой вот ситуации, купить у этих уровней и потом, блин, продать по 50 рублей. В трейдинге это как никогда актуально, потому что у вас тупо, если вы не ставите стопы, у вас может сожрать депозит. Да, цена там, например, через 2 дня пойдет наверх, но хватит ли вот этого движения, вот этого вот там, этой коррекции, например, для того, чтобы сдержать вашу маржу, для того, чтобы не слиться, подумайте об этом. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, я надеюсь, что оно было для вас информативным. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, а я пошла поторгую на бинарочках.